Как продлить свою молодость? Почему в Японии люди живут дольше? В чем их секрет? В рейтинге стран с самой высокой продолжительностью жизни лидирует на протяжении многих лет Япония. Известно, что японцы отличаются долголетием. Ведь почти каждый четвертый житель страны восходящего солнца перешагнул 65-летний рубеж. Примечательно, что долгожители, которые перешагнули возраст 100 лет в Японии, насчитывается более 60 000. Геронтологи, ученые, занимающиеся изучением процессов старения, заинтересовались подобными странностями и более детально подошли к освещению этого вопроса. Оказалось, что для того, чтобы меньше болеть и прожить дольше, необходимо следовать некоторым правилам. К слову, в Японии эти правила не являются чем-то необычным, а составляют часть обычного существования каждого человека. Ученые со всего мира, в том числе и Японии, пытаются четко выделить формулу, позволяющую продлить человеческую жизнь. Определенное место занимает генетика, и с этим ничего не поделаешь. Но в большинстве случаев продолжительность жизни определяется стилем жизни и питанием. Не секрет, что люди, перешагнувшие 100-летний рубеж для Японии, не считаются чем-то необычным. Так, средний показатель жизни в этой стране составляет 84 года. К слову, в некоторых развитых странах Европы показатель продолжительности жизни не намного меньше. Что же касается Америки, а точнее Соединенных Штатов, то, несмотря на достаточно сильно развитую экономику, продолжительность жизни составляет в среднем 80 лет, занимая 30 место из 183 существующих стран. В России средняя продолжительность жизни составляет 70-72 года. Японцы не просто долгожители, их опыт, накопленный многими столетиями, позволяет долгое время оставаться здоровыми, находясь в преклонном возрасте. В чем же секрет долголетия японцев? Первый принцип – малое потребление соли. На сегодняшний день Япония входит в число лидеров среди развитых стран мира. Но страна восходящего солнца не всегда была такой. Еще в 50-х годах в прошлом веке Япония вела активную борьбу со смертельно опасным заболеванием – туберкулезом. В начале 70-х жители Японии начали активно заниматься выяснением проблем, провоцирующих сердечно-сосудистые заболевания и их устранением. Здоровая еда у японцев с низким содержанием жиров, а количество порций значительно меньше, нежели у наших соотечественников. При этом пища была достаточно соленой. Ежедневно среднестатистический японец употреблял от 30 до 40 грамм соли в сутки. С возрастом это приводило к рискам развития повышенного артериального давления, проблемами с сердцем и сосудами, вызывая инфаркты и инсульты. Врачи детально подошли к изучению этого вопроса, установив прямую взаимосвязь между потреблением соли и наличием хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы. На сегодняшний день в рационе японцев соли не больше 10 грамм. Поэтому наша традиция дополнительно досаливать уже приготовленную еду для жителей Японии – большая странность. Второй принцип, позволяющий прожить дольше, есть, пока чувствуешь голод. Японцы, особенно японские девушки, придерживаются мнения, что есть нужно только на 80%, никогда не переедая. Вставать из-за стола нужно с легким чувством голода. Об этом знают многие, старающиеся вести здоровый образ жизни. Диетологи твердят, что постоянное переедание приводит к быстрому изнашиванию нашего организма. Еда подается в Японии всегда в небольших тарелках, а порции маленькие. Более того, все японцы стараются придерживаться правила – съедать не менее семи различных видов овощей и фруктов ежедневно. Подавляющую часть рациона составляют злаковые культуры. Девушки в погоне за миниатюрностью и красивой фигурой отказываются от белого рафинированного сахара. Больше всего в рационе среднестатистических японцев таких продуктов, как тунец, морковь, капуста, перец, фасоль, сыр тофу и ростки сои. Японцы не забывают и о соблюдении питьевого режима. Третий пункт – отказ от горячих блюд. Некоторое время назад в Японии был высокий показатель смертности от рака желудка. В целях профилактики заболевания было устранено множество факторов, одним из которых являются горячая пища. Многие японцы употребляли очень горячие блюда, что приводило к развитию патологических процессов в пищеварительном тракте. Вредны для нашего организма не только горячие блюда, но и напитки. Четвертое правило – средиземноморская диета только с отсутствием молока. Меню большинства японцев напоминает средиземноморскую кухню, так как в нем присутствует огромное количество различных овощей и фруктов. Помимо этого, в основе рациона присутствуют рыба, курица, растительное масло и морепродукты. Куриные яйца японцы едят редко, до нескольких штук в неделю. Мраморная говядина, которая так популярна в Японии, не является дешевым продуктом. Многие люди могут позволить себе этот деликатес только в большие праздники. Алкоголь в Японии есть, но жители употребляют его немного. В японской кухне практически отсутствует сахар, молоко, йогурты и молочные сыры. В замену обычного сыра японцы употребляют соевый сыр, тофу, так как растительный белок плохо усваивается организмом. Хоть и является очень полезным, его в Японии особым образом ферментируют. Следующий, пятый пункт, правила приготовления. В Японии редко можно встретить жареные блюда. Конечно, совсем без жарки тут не обходится. Существует приспособление, напоминающее привычный гриль. Только это металлический конус, который выставляют на середину стола. Раскаляется этот конус при помощи специально расположенной газовой горелки. Раскладывая тонко нарезанные овощи и мясо на решетку, японцы употребляют продукты через несколько минут после приготовления. Больше в японской кухне отварных блюд и приготовленных на пару. Рыбу в этой стране принято употреблять тонко нарезанной в полусыром виде. Порции у японцев очень маленькие, а тарелки для блюд напоминают блюдца. Медленное потребление пищи обеспечивается бамбуковыми палочками. В результате подобных различий среднестатистический японец съедает за один прием пищи на 20% меньше, нежели среднестатистический житель европейского континента. Шестое правило – активность. Без физической активности никуда. В Японии очень популярна ходьба, придающая энергии и сил. Полезна утренняя гимнастика, которой занимается большая часть жителей этой страны. Набор базовых упражнений озвучивается в утренней программе на радио. Для пожилых людей есть своя программа или же общенациональное движение под названием «расприми позвоночник». Очень важно держать до самой старости прямую осанку, что обеспечит правильный приток крови ко всем органам и позволит избежать падений и серьезных травм. Седьмой пункт – быть в курсе событий, не быть ненужным. Помимо долголетия, японцы в преклонном возрасте сохраняют ясность у ума. Конечно, такое заболевание, как болезнь Альцгеймера, встречается и у японцев, несмотря на то, что над разработкой лечения активно трудятся японские ученые. С целью профилактики развития опасного неизлечимого заболевания важно следить за состоянием сосудов, особенно тех, которые питают головной мозг. Японцы считают, что профилактикой старческого слабоумия является все то, что полезно для общего здоровья. До самой старости люди этой страны стараются быть физически активными, сохраняют социальную заинтересованность, продолжают работать и общаться. Если с родственниками не повезло, пожилые японцы начинают ходить в различные клубы с интересными занятиями. Восьмое – высококлассная и доступная медицина. Нельзя не отметить качество японской медицины. Еще в 60-х годах в стране восходящего солнца была введена обязательная система страховки. Поэтому любые виды лечения жителям этой страны доступны. Девятый секрет японского долголетия – ощущение легкого стресса. Японцы уверены, что регулярно сталкиваясь с небольшими трудностями при выполнении задания дома или на работе, происходит активизация мозговой активности. Прикладывая усилия для решения задачи, организм запускает процесс восстановления информации, что позволяет в свою очередь прожить более спокойную жизнь. Десятый пункт – отказ от палящего солнца. Никого уже не удивишь тем фактом, что солнечная активность негативно сказывается на состоянии нашей кожи и организма в целом. Более того, была выдвинута теория старения, связанная с воздействием свободных радикалов. Для того, чтобы защитить свое тело от ультрафиолета и отсрочить старость, рекомендуется находиться на солнце непродолжительное время, предварительно обработав кожу специальным солнцезащитным средством. Не стоит забывать о соблюдении питьевого режима. Исключить соленые и острые блюда, дополнительно провоцирующие обезвоживание кожного покрова. Избежать появления ранних морщин позволяет правильное питание, качественный сон, соблюдение питьевого режима. Одиннадцатый пункт – меньше депрессии, больше оптимизма. Несмотря на современный темп жизни, японские геронтологи советуют меньше зацикливаться на проблемах и возможных неурядицах. Лучшим лекарством от депрессии является чаще улыбаться, общаться с положительными, позитивными людьми. Двенадцатый в списке секрет – зеленый чай. Японцы любят устраивать чайные церемонии. В почете у жителей этой страны именно зеленый сорт чая. Он содержит огромное количество полезных нутриентов, а основным свойством этого напитка является антиоксидантное свойство. Действуя комплексно на весь организм, зеленый чай позволяет улучшить общее самочувствие, отражаясь на состоянии кожи. Одним из свойств чая является удаление токсинов из организма и улучшение обменных процессов, что положительно сказывается на уже немолодом организме. Компоненты напитка оказывают выраженный противовоспалительный эффект, облегчая течение множества хронических заболеваний. Зеленый чай обладает тонизирующим эффектом, снимает сонливость и придает сил. Благодаря мочегонному эффекту, потребление зеленого чая позволяет убрать отеки и наладить работу мочевыделительной системы. Умеренное потребление этого целебного напитка оказывает положительное влияние на работу сердечно-сосудистой системы, снижая риски развития атеросклероза и улучшая эластичность стенок сосудов. Добавление в зеленый чай цветков жасмина позволяет предотвратить образование плохого холестерина. Полностью избежать старости невозможно. Это неизбежный физиологический процесс, рано или поздно наступающий у всех живых существ. Задачей врачей-геронтологов являются улучшение качества жизни и продление здорового существования. Ведь даже в самом пожилом возрасте можно оставаться бодрым, способным к самообслуживанию человеком. Нужно проживать каждый день так, чтобы он оставался в памяти. Не стоит погружаться в рутину, ведь она становится одной из главных причин развития ранней старости.